Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Последние новости вокруг Ryzen 5000 уже лучше обрисовывают картину мощности этих камней. Как и ожидалось старый блок водовывода не позволит погнать АЗУ до рекордных значений, но все же получит достойный прирост. А вот из синего лагеря прилетели фотографии будущего поколения Alder Lake на новейшем сокете. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы посмотрим на потребление RTX 3080 с оверклокерским биосом не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с частоты оперативной памяти Ryzen 5000. На днях благодаря турецкому ресурсу Technopad стало известно, что AMD рекомендует использовать вместе с новыми процессорами Ryzen 5000 оперативную память стандарта DDR4 с более высокой рабочей частотой, чем с чипами прежних серий. В сети оказался опубликован слайд из презентации компании, предназначенной для прессы. В нем указывается специфика работы тактовых генераторов новых процессоров. Слайд сообщает о трех тактовых частотах, которые используют процессоры Ryzen 5000. Infinity Fabric Lock определяет, насколько быстро ядра CPU смогут обмениваться данными между чиплетами процессора и контроллерами платы. Memory Controller Clock отвечает за то, насколько быстро контроллер памяти может передать команды из оперативной памяти. А Memory Clock отвечает за частоту оперативной памяти. На слайде указывается, что все три тактовых генератора установлены в равном соотношении и настроены с учетом частоты оперативной памяти. Например, если память установлена на 3600 МГц, то частоты всех трех генераторов будут установлены на отметке 1800 МГц. Вполне ожидаемо, что в процессорах Ryzen 5000 инженерам AMD удалось дополнительно оптимизировать контроллер памяти. А согласно утекшему слайду, добиться максимальной производительности чипов Zen 3 можно будет при работе оперативной памяти на эффективной частоте 4000 МГц, о чем нам прямо написала AMD. DDR4 4000 для Ryzen 5000 серии это то, чем было DDR4 3800 для Ryzen 3000 серии. Ну а релиз процессоров Ryzen 5000 запланирован на 5 ноября. Тем временем синие время зря не теряют. Ожидается, что в следующем году корпорация Intel выпустит сразу два семейства настольных процессоров. Rocket Lake S для LGA1200 и Alder Lake S для будущей платформы LGA1700. Об этом накануне сообщил веб-ресурс VideoCards, ссылаясь на собственные источники. Более того, им удалось раздобыть снимок новых процессоров с 1700 контактными площадками. Точной даты выхода пока что нет. По слухам, релиз процессоров Intel Alder Lake S состоится во второй половине 2021 года, ближе к четвертому кварталу. Учитывая, что в марте на полки магазинов поступят решения Rocket Lake S, чипмейкер может не спешить с релизом нового поколения CPU. Для самого выпуска чипов Alder Lake S будет использован 10-нм техпроцесс SuperFin, который уже задействуется при производстве мобильных Tiger Lake. Выход новых CPU знаменует переход не только к оперативной памяти стандарта DDR5 и возможной интерфейсу PCI-Express 5.0, но также и к новой структуре X86 процессоров. В Alder Lake S корпорация будет использовать так называемую гибридную технологию. Топовые решения получат восемь производительных ядер на архитектуре Golden Cove и восемь энергоэффективных ядер с микроархитектурой Grazemont. Все это повлечет за собой переработку планировщика, которому придется тасовать нагрузку между разнородными ядрами. Что касается самой платформы LGA1700, то она по имеющимся данным будет поддерживать три поколения процессоров. Для материнских плат с новым разъемом готовится линейка чипсетов Intel 600 с гипотетическим Z690 во главе. Больше подробностей о новой платформе станет известно уже в следующем году. В настоящее же время все ее компоненты находятся на стадии инженерных образцов. Тем временем компания Sony начала активно делиться ранее неизвестными подробностями PS5 и показала интерфейс своей будущей консоли, поведав о его новшествах. По словам платформодержателя, одной из главных идей при создании операционной системы была грамотная трата игрового времени. Все детали Sony раскрыла в 11-минутном ролике. Сначала представители компании рассказали о создании пользовательского интерфейса, а потом продемонстрировали его работу. Первое, о чем нам поведали, возможность вернуться в последнюю запущенную игру и начать прохождение ровно в тот момент, на котором пользователь закончил в предыдущий раз. Далее зрителям представили систему карточек, отображающихся в меню снизу экрана, когда один из проектов поставлен на паузу. Они представляют доступ к разным функциям, например, последним роликам с ютуб каналов разработчиков и издателей, на которые подписан пользователь и недавно сделанным скриншотом. Во второй половине видео Sony показала начальный экран, который появляется после загрузки консоли. Плитки на нем сделаны небольшими и расположены в верхней части. Отсюда можно перейти в центр каждой из загруженных игр, чтобы посмотреть материалы по ней. PlayStation Store в PS5 полностью теперь интегрирован в систему и больше не выступает отдельным приложением. А по словам издателей, поиск в магазине стал удобнее благодаря скорости работы консоли и персональным настройкам. Сама же приставка выйдет с продажу уже 19 ноября. А вот специально для опытных оверклокеров компания EVGA подготовила опциональную прошивку для видеокарты RTX 3080 FTW3 Ultra. Она поднимает предельное значение Power Limit со штатных 400 до 450 Вт. Однако компания упоминает, что новая версия биоса не обязательно поднимет быстродействие видеокарты и не рекомендуется к использованию рядовым геймерам. С ростом предела энергопотребления EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra догнала модель ASUS ROG Strix RTX 3080 OC, у которой Power Limit стоял сразу на 450 Вт. У большинства остальных видеокарт RTX 3080 этот параметр достигает всего 320-340 Вт. Разумеется, увеличение RTX 3080 ставит новые требования к блоку питания. Представитель компании рекомендует использовать с ней блок питания как минимум на 850 Вт с сертификатом 80 Plus Gold или лучше. Саму же прошивку можно уже скачать на сайте производителя. Ну а компания Ubisoft объявила официальные системные требования нового Ассасина. Согласно спецификациям, Assassin's Creed Valhalla будет первой игрой в знаменитой серии, которая будет требовать DirectX 12 и операционную систему Windows 10. Но примечательно в требованиях далеко не это. Во всех конфигурациях кроме минимальных требуется SSD. И даже для минимальных настроек Ubisoft рекомендует использовать быстрый накопитель. Неизвестно, идёт ли речь про системы с одним жестким диском под систему и игру, и возможно система из связки SSD и жесткого диска всё-таки сможет позволить поиграть на ультрах. Но сам факт того, что SSD не требуется только для минималок заставляет задуматься об окончательном переходе жестких дисков на скоростные носители. А тем временем модельный ряд CPU-кулеров от швейцарской компании Arctic пополнился моделью Freezer 50. Ранее же была только модель 50TR для Threadripper. Все отличия между системами охлаждения сводятся к меньшему числу теплотрубок и площади основания у новой версии. Установить новинку можно будет на процессоры в конструктиве AM4, LGA1151, LGA1200 и LGA2000. Рекомендованная цена Arctic Freezer 50 для европейской розницы составляет 60 евро, а за 70 евро предложен вариант с адресным контроллером в комплекте. А вот тайваньский производитель, похоже, начинает ощущать свою корону на рынке. Ресурс Bloomberg утверждает, что TSMC подняла цену на свои услуги на 23% за последние три года. В третьем квартале TSMC смогла увеличить чистую прибыль на 36%, превзойдя ожидания аналитиков. По итогам текущего года она рассчитывает увеличить выручку более чем на 30%. Попутно растут и капитальные затраты. Они уже достигли 17 миллиардов долларов. Компания генерирует больше денег, но и тратит больше, поскольку освоение новых техпроцессов требует все больше расходов. Автор одной из колонок на страницах Bloomberg определил среднюю стоимость кремниевой пластины TSMC в 300-мм эквиваленте. В минувшем квартале, по его данным, она составляла 3747 долларов за штуку. Год назад стоимость была на 9% ниже. А за три года средняя цена выросла на 23%. Сейчас TSMC контролирует около 54% мирового рынка контрактных услуг в сфере производства полупроводников. Массовое производство 7 нм изделий вообще доступно только клиентам TSMC, поскольку Samsung в этом плане только пытается выйти на проектную мощность. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok